Антарктида – не просто ледяной континент, а гигантский ящик Пандоры. Под трехкилометровым льдом, где температура опускается до 80 градусов, скрываются аномалии, которые ломают привычные законы физики. Этот последний бастион на Земле официально объявлен территорией науки и мира, но на самом деле он под строгим контролем международного договора, который запрещает проводить там самостоятельные исследования. История современных открытий начинается в космосе. В 2006 году два спутника НАСА, Том и Джерри, измеряли гравитацию Земли с микронной точностью. Над Восточной Антарктидой, в районе Земли Уилкса, они зафиксировали огромный москон, область чрезвычайно плотной массы под 3 километра льда, диаметром 320 километров с ядром 50 километров. Первое объяснение было логичным и пугающим. Это гигантский ударный кратер, оставшийся после падения астероида 250 миллионов лет назад. Но данные показывали лишь массу, а не форму, оставляя место для другой теории. Возможно, под льдом находится сам объект, металлический и массивный, который пробил кору планеты и остался погребенным. История повторяется еще раз в прошлом. В 1938 году нацистская экспедиция «Новая Швабия» обнаружила оазис Шермахера, участок свободный от льда Земли с пресноводными озерами. После войны немецкие субмарины Ю-530 и Ю-977 пришли в Аргентину с неизвестной миссией, и слухи о скрытых базах под льдом не угасали. В 1946 году США организовали операцию «Высокий прыжок» – военную экспедицию в Антарктиду, которая официально была тренировкой, но завершилась паническим отступлением. Адмирал Ричард Берт сообщал о воздушном враге, приходящем с полюсов. С 1957 года континент стал объектом совместного наблюдения сверхдержав, и в 1959 году подписан договор об Антарктике, запрещающий военные действия и территориальные претензии, ограничивающие исследования и позволяющие инспекции лишь в особых случаях. Все ограничения созданы не для науки, а для контроля над тем, что скрыто под льдом. Масконы – подлёдные озёра, аномалии с неизвестными свойствами. Пример – озеро Восток. Под четырёхкилометровым льдом скрыт гигантский водоём размером с Антария, изолированный 15 миллионов лет. Там найдено более 3500 уникальных генетических последовательностей, включая неизвестные микроорганизмы. Современные исследования нейтрино через проект АНИТА зафиксировали частицы, исходящие снизу, из-под льда, что физически невозможно по известным законам. Источники остаются неизвестны, но предполагается, что это может быть связано с массивными объектами под землёй. Антарктида – не просто ледяной континент. Это система загадок, карантин, созданной для защиты человечества и сокрытия того, что может изменить наш мир. Лёд тает, скрытое постепенно открывается, и вопросы, которые мы игнорировали, становятся актуальными. Что лежит под Уилксом, что скрывает Восток, и какие тайны продолжает хранить оазис Шермахера. Всё это не история прошлого, это вызов будущему. Субтитры создавал DimaTorzok